Девушки отдыхают Чего на самом деле хотят женщины? В преддверии нашего праздника, международного женского дня, мы сегодня спросим у мужчины-психолога Алексея Капранова. Здравствуйте! Вот именно парадокс, о чем хотят женщины спросить у мужчины. Нет, ну вы действительно считаете, что мы существа с другой планеты? Ну, может быть не с другой планеты, но точно другого вида. Потому что логика у вас другая. Все по-другому, даже вот мой знаменитый ролик про женскую логику, почему и набрал-то около пяти миллионов просмотров, потому что там я взял и рассказал наконец-то мужчинам, как думает женщина. Если мужчина думает примерами, фактами и так далее, женщина думает выводами. И сразу там вот такими глобальными выводами. Вот именно поэтому мужчинам трудно нас понять, потому что мы думаем иначе. У вас ассоциативная логика. Ну давайте приведем какой-нибудь пример такой наглядный. Вот есть семантические связи. Так вот, мужчины думают фактами, у нас дедуктивная логика, мы отбрасываем все лишнее, чтобы прийти к сути. А женщины, так как вы носители энергетики, вы туда забрасываете новые, новые, новые и еще большие факты. То есть, когда вот у меня там в ролике любимый пример, что муж принес картошку мелкую, женщина же не ругает за мелкую картошку, она сразу, вывод, ты издеваешься, ты, наверное, выбрал самую мелкую картошку, ты хочешь, чтобы я жила на пухне, ты специально женился, чтобы я была рабыней. И сразу выводы, 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 все, каждый страшнее, 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 уже так раз линяем отсюда. Так, ну вот если говорить о наших желаниях, то каждая девушка мечтает выйти замуж, ну, практически все мечтают, наверное, об этом, однако найти партнера ей не так просто. Мы неужели какие-то такие критерии завышенные предъявляем? В чем причина-то? Для вас они не завышенные, просто я думал раньше, что женщины издеваются, а женщины не издеваются, женщины не видят двух взаимоисключающих условий. И вот если бы женщина сама заказывала автомобиль, вот именно заказывала, она бы сказала, чтобы он был скоростной, как Формула-1, там, и в точку ушел. Так, но проходимый, как танк. Место на стоянке занимал не больше, чем автомобиль АК, но внутри был комфортабельный, как трехкомнатная квартира. Был дешевый, как самый-самый-самый ширпотреб, но был в единственном исполнении в мире, только у меня. Был очень просто в управлении, но чтобы кроме меня там никто не справился. Вот так же вы ищете мужчин, со взаимоисключающими условиями, чтобы он был такой брутальный, все, а потом, ах, дорогая, ты поменяла макияж. Там, чтобы он пошел, морду набил, а потом сел на гитаре и исполнил тебе романс. Вымыл посуду и пошел разобрался с соседом. Ну, как-то вот, это совершенно разные мужчины. Это разные. Мне кажется, если он будет или брутальный, или песни петь, ну это скучно. Но я понимаю, что вам хочется три в одном, это минимум. Так, ну давайте продолжим нашу тему. Всегда считалось, что главное предназначение женщины это что? Создание домашнего очага, рождение детей. Но мы сейчас видим, что женщина первым делом строит карьеру. Ну, в большинстве своем, да, мы так именно и делают. А потом уже думают о семье. Так получается, мы, женщины, к семье не готовы. Вот как-то мы привыкли говорить, что ты не готов к семейной жизни. Так это мы не готовы. Тут нельзя говорить готовы, не готовы. Тут лучше бы говорить о системе ценностей. Система ценностей и возможностей. Вот мужчина, он неуязвим в социуме. Так, но очень уязвим дома. Женщина дома неуязвима, сильна, она может делать несколько дел одновременно и так далее. А в социуме женщина уязвима от чужого мнения, от чужой оценки и так далее. И поэтому раньше всегда как-то каждый занимался своим делом. Женщина вот там, где у нее получается лучше всего, а мужчина там, где он неуязвим. А сейчас, когда женщины ломанулись в социуме, и все внимание, все силы именно туда, то семья для нее как-то, ну, непонятно зачем. А в социуме там слишком много и слишком тяжело женщине. Финальный вопрос, очень коротко. Ответьте, пожалуйста. А вот 8 марта, мы чего хотим, каких-то красивых подарков, цветы, кольцо, духи, а чего получаем? Ну, сковородку, не дай бог. Вот как проще к мужчине подойти и сказать, подари мне конкретно вот то-то, то-то, или все же сюрприза ждать? Во-первых, с сюрпризами вообще всегда очень опасно. А во-вторых, не то, что подари мне. И самое опасное, это даже то, что ожидание, что мужчина должен. Вот когда человек должен, он не может подарить. А если подойти и сказать, ты знаешь, дорогой, если бы ты мне вот это подарил, я была бы очень рада. Вот тогда да. А как, вот подари мне вот это, вот это и вот это. А он говорит, извини, дорогая, у меня тут времени не хватает на все это. И вот ничего не ожидая, а надеяться. Вот не должен, а хотелось бы. Вот это самое главное. Спасибо, что в этот предпраздничный день вы нашли время и пришли к нам в студию. Пожалуйста. А я напомню, что сегодня у нас в гостях психолог Алексей Капранов.